ребята всем привет всем короче будем делать обзор на пинцет мультиметр и он же измеритель импеданса ну грубо говоря если не по-научному просто rlc измерить и но это очень такой непростой а продвинутый это наша отечественная разработка называется он nv 17 пинцет мультиметров вот так он поставляется в такой упаковке такой пенал и выглядит он у нас вот так с обратной стороны это вот у нас джойстик управления как вот на плеерах такой он лево-право и еще на него нажимать можно и с обратной стороны у нас юсб порт для зарядки и переключатель для режимов работы вот все очень компактненько он на аккумуляторе то есть можно подзаряжать вот на самом деле очень мощная штука и в принципе у него даже заложен функционал такой мини фадос в кармане то есть может измерять еще вольт ампер на характеристики компонентов а ребят погнали будет интересно так ребят короче пинцет nv 17 у нас разработан специально для применения измерения smd монтажа протестированный компонентов прям на платах можно его особенности он может сам распознавать компонент что это сопротивление индуктивность емкость диод светодиод вот измеряет помимо емкости esr конденсаторов вот можно выбрать авторежим он сам подстраиваться либо же вы можно ну самому выбрать там конкретно режим измерения ноткой калибруется там может все откалибровать или как замкнутыми щупами так и с открытыми сделать подстроить то есть чтобы меньше был помех может измерять частоту напряжение ну как вольтметр конечно я думаю у него очень надо использовать большой шансом можно сжечь но можно в принципе о как осциллографический пробник посмотреть у нее есть встроенный осциллограф ну такой посредственный но он там есть вот плюс в нем есть генератор сигналов можно сформировать частоту сигнала вот еще раз как я сказал он уже работает на аккумуляторе батарейки каких не надо заряжается через usb порт обычный мини usb разъем вот если я ничего не делать он через некоторое время выключается вот и опять же можно тоже экран от зеркал для правши для левши все такие вещи вот тестовый сигнал у него 100 герц 120 герц один килогерц 10 килогерц вам до 100 килогерц у меня вот сопротивление он мерит от 0 ом до 20 мегаом и максимальное разрешение то есть одна тысячную ома емкости он мерит от 0 до 0,68 фарад и максимально разрешение 0,1000 пика фарада это очень точный прибор ну там тысячный план ну там до соток точно нормально можно мерить где только надо я не знаю то есть как бы даже до 1 пик фарад это где-то вот если вот сейчас как раз буду вам пример показывать это на куда дел то на антенне там какой-нибудь вот если померить там где вы чай всяко используется вот пн переходу он может тестировать у него где-то на щупах 3 2 вольта выдает и максимальный тестовый ток 3 2 миллиампера то есть очень маленьким током то есть женщин точно ничего не сожгете вот напряжение может мерить от минус 15 до 15 вольт опять еще раз говорю уж напряжение не лезть что еще что-то меру мыши там есть встроенный можно померить до 100 килогерц частоты примерно где так вот ну частоты как осциллограф то есть он до 100 килогерц примерно показывает частоты как то так вот ну и соответственно еще есть у него функционал как я уже говорил вольт амперной характеристики он наподобие фадоса может рисовать графики снимает но опять же мне так удобно пользу насколько он использует для замеров то есть оценить там просто крутизну там характеристики примерно глянуть вот так но как фадос то есть неудобно эти штуки это такие печатные платы щупы у него сделаны поэтому и сильно разгибать нельзя тут вообще как бы и обязательно но тоже инструкции стоит измеряемые схема должна быть обесточенной емкость должны быть разряжены наш шанс повредить прибор есть всегда плюс у меня эта версия она с блютусом у него еще есть приложение можно то есть через bluetooth скидывать данные на компьютер но это если когда массовые какие-то измерения то есть как бы ну вот так ну и управление соответственно чтобы не тыкать менюшкой можно оттуда через приложуху им управлять с телефона настроить короче вкратце вот я сейчас технические характеристики зачитал сейчас покажу в принципе как он работает так ребят как смотреть включается прибор нажимаем вот у нас загрузка пошла в принципе он уже готов к работе по умолчанию он мерит им костя включаем и он делает замеры ну то есть смотрите где у какие маленький конденсатор сейчас 100 нанофарад до емкость 1 и 8 пикофарады потом у нас чё вот на спротивление давайте померяем r шунта она видящую индуктивность но наверху вот видите rs 0 0 49 ома и у нас r 0 47 то есть очень точно измеряет сопротивление всяких шунтов потом чё померить то нам тут вот например вот диодик у нас да опять же смотрите мы берем и мы видим что этот диод шутки 280 милливольт падение и смотрите мы сразу определяем цоколевку видите стрелочка куда направлен диод то есть вот у нас так и выглядит то есть если мы его подключим обратно стрелочка смотрите куда будет смотреть стрелочка наверх она вот поняли да он сразу еще позволяет вот в настройках тут много очень всяких настроек то есть марте выбираем rl сиди и может еще отдельно диоды мерить если вот отдельный выбрать режим то есть смотрите напряжение это у нас как вольтметр указан куда плюс-минус подавать осциллограф можно снимать осциллограмму но я думаю тут точность аля вот эти всякие контрольки с этим тестером частотомер измерять генератор сигналов можно задавать системный это вот настройка питания батареи напряжения время выключения звуки короче всякие короче вот эти вещи вот выбрали режим смотрите а если не в меню входить а в сторону раз и выбирать что основным будет показываться можно я обычно все в авто оставляю потому что тут можно еще дополнительно добавить и вот тут смотрите есть вот такая штука вольт амперные характеристики включаем у нас вот такой вот график появляется вот наш диод под прямым углом да идет если его обратно включить она будет также только в обратную сторону смотреть это у нас диод вот емкость круг емкость мы опять же видим параметры этой емкости DSR мы видим ну то есть вот тут вы должны понимать это вам не фадос ну то есть как как просто оценить например вывод микросхемы бывает тут опять же есть неудобства вот этот щуп он должен быть как бы минусом да как для фадоса а вот это измерительный и неудобно короче ему раздвигать нельзя потому что вот эти штуки они это гибкие печатные платы сделаны щупы их можно сломать то есть в руководстве прямо написано что нельзя эти губки разводить пытаться механически там пошире сделать или еще что то вот ну то есть как бы такой функционал как бы присутствует вот им костя соответственно с они как бы кругом что на фадосе что на этом показ так кондуктивность он покажет немного мы конечно под наклоном 5,9 миллигенри сопротивление просто линии наклонной должно быть но близко к вертикальной маленькое сопротивление если большое какое-то сопротивление попробовать померить она уже будет не такая вертикальная вот тут тут еще емкостью параллельно где-то подвешено 2 пик фарада так что ребята вот такой прибор но в плане если измерения так заходим сюда выключить измерение вот этих вот всяких этих емкостей очень удобный прибор то есть вот ставим 20 микрофарад короче ребят вот такой вот приборчик еще раз вот по менюшкам вам тут есть схема замещения авто параллельно или последовательное я все я все на авто я потому что не такой великий гуру измерений звуки вот идет пик не можно включить выключить что так можно авто поставить но можно как ребят вот такой у нас коротенький обзорчик а сделать решил то есть как бы прибором никто мне не дарил я его покупал сам можно месяца четыре назад но я им в основном пользуюсь дома вот как бы ну где там конструирую больше вот эти там всякие вещи там подбирать там детали то есть тут у меня я уже делал обзор в граже и вот таким пользуемся окип окип 6107 на него как помню что ты или обзор делаешь не помню что там дело вот так что прибор на самом деле очень мощный такой большой функционал на просто и вот ну я еще честно до конца половин даже не пользовался тем что в нем есть мне в основном он как измеритель им костей ну вот эти и сыр это ну такая вот раз прикольный мулька там что ездил там на выезд надо было посмотреть ну хотя просто понять про про ну работает или нет ну как как фадусом короче там изловчился подтянулся он как работа задумка прикольная но реализации не очень если бы они сделали можно было подключать там щупы ну там массу и хотя бы один канал да как сигнатур ником был прикольно вот но именно самим щупами не всегда удобно подлезть там пользоваться вот но тем не менее вот такая приколюха есть вот производитель наш российский то есть как бы ребят там ну я ссылку тогда в описании просто на сайт я не знаю там ни контактов ничего просто можете с ним напрямую вписаться там и весь кого интересует на самом деле так вот в узких ремонтных кругах это но не авто темы там электроники то по обычной бытовой технике очень часто многие им пользуются у них там целая линейка это просто самый последний модель идет их не на нв 17 пинцет а там быть 13 14 там чем-то отличались но там форм есть можете почитать вообще практику применения этого прибора но как бы имейте ввиду что есть еще и вот такой вот тип оборудования то есть у меня их уже получается вот этот потом от мирона прибор да вот умер он вообще прям настольный у меня вну в гараже им постоянно пользуюсь и плюс вот я вам показал еще этот окип 61 а был еще мост еще там коллеги подарил овощи он там что-то дешевый просто отдал бы всем потому что ну окип по-любому то тут простое просто емкости мерить мс 89 10 вот а вот эти все приборы они уже показывают сразу еще и и ср короче эквивалентные последствия сопротивления то есть ему уже можно помимо емкости еще и оценить в основном на электролитах требуется исправенную или уже все там высохли вот пора менять вот как тут так ладно ребят надеюсь видео было полезным интересным немного сумбурно ну так главе сейчас дом советов вот но какой с информацией лишний не бывает может быть кому-то будет полезно в плане кто-то хочет может купить или еще что то вот так мое мнение в принципе прибор неплохой вот но его надо как говорится хорошо изучать потому что многие вот эти функции не знаю осциллограф это аля на уровне мне кажется ну до 100 килогерц что там где смотреть я не знаю на платах все частоты если их на столе тут запускать там уже мегагерцы там десятки мегагерц вот а какие-то вял текущие процессы ну вот в самой машине если опять же пинцетом лазить машину это нафиг не надо всякие контрольки я кстати если будет еще интересно потихоньку проект народный контроль там на ардуине экране то что с словом с генератором там шимом потихоньку собираем не знаю может быть это если будет интересно можно как-нибудь запилить она не знали стримы еще очень до конца это допилить по тестим вот ну и ребята не забываем подписаться на бусте там в телеграм-канал у меня дзен есть ссылки в описании видео можно посмотреть все всем мира всем добра всем пока а а а а а а а а а